А вы знаете, почему вы никогда не станете президентом в этой стране? О, я профессионист. Ну вы знаете, я профессионист. Нет, в 10 лет еще деньги не могу найти. Как научиться говорить нет? Давайте повысим пенсии. Первые сидят часто в одиночестве, а другие покупают любовь за деньги. Не надо быть правильным, надо быть нормальным. Здравствуйте, меня зовут Юлия Варшавская, я главный редактор Forbes Woman и Forbes Live. И это серия коротких видеоинтервью Forbes Anthology, которые мы проведем с ведущими коучами, с которыми мы проедемся по московским дорогам в роскошном внедорожнике. Наши гости знают не только, как достичь своей цели, но и как сделать это максимально комфортно, безопасно и экологично для себя. Метафорический красный свет, пробки – это те вещи, которые приостанавливают наши движения. И именно поэтому наш проект называется «Зеленый свет» и делаем мы его вместе с Infinity. Потому что именно здесь, в новом внедорожнике QX80, окруженной технологиями, безопасностью и комфортом, мы можем найти себе силы для внутренних изменений, потому что обновление начинается внутри себя. Друзья, и сегодня у нас в гостях Алексей Ситников, доктор психологических и экономических наук, сертифицированный тренинг НЛП и автор проекта «Кармолоджи». Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Ника. Всегда рады вас видеть. Взаим. Я хотела с вами обсудить, наверное, самую тяжелую для меня проблему. Я вообще в рамках этого нашего цикла Forbes Anthology разговариваю о тех проблемах, которые свойственны мне как молодому руководителю. Я всего лишь два года руковожу Forbes Life и Forbes Woman. И в то же время, мне кажется, что это вещи, которые понятны абсолютно всем. И самая для меня тяжелая проблема, с которой я столкнулась, став руководителем, пусть и маленькой своей редакции, это мой синдром отличницы и невозможность быть хорошим руководителем и всем нравиться. Почему возникает синдром отличницы и почему он возникает? Отличник. Вне гендерная проблема. Ну, давайте разберем. Разберем. Во-первых, это часто идет из детства. Например, папа и с мамой ругались, развелись. Папа начал создавать свою семью, мама начала создавать свою семью. Ребенок попал к бабушке. И ребенку так хочется искать родителями. Не надо рожать других детей, у вас есть я. Не надо. Я у вас есть. Смотрите, какая я хорошая. Вот я пятерку получил. А вот я на концерте. А вот я в музыкальной школе. А вот я победил в соревнованиях. И отсюда очень часто рождается перфекционер. Либо рождается младший братик или сестренка. Все внимание на братик или сестренку. А я же есть у вас. Смотрите, какая я хорошая. Это первая причина. Ну, чисто такая психоаналитическая причина синдрома отличника. Это первое. Второе. 70% времени бессознательно анализируют отношения. И особенно в подростковом возрасте. Ребенку очень хочется, чтобы на него обратили внимание, занять определенное социальное положение в таком появляющемся социальном рейтинге. Вот котята играют друг с другом. Мужик, кто-то пытается быть там по старту. Царь Гарви такой. И возникает потребность, естественно, выделиться среди других, чтобы обратили внимание на меня. И помните пирамида Абрахала Маслова и Генри Мюррея? Да, пирамида потребностей. На первом уровне. Очень просто запомнить, как эта пирамида устроена. Есть маленькая живая клеточка. Что нужно этой маленькой живой клеточке? Начиная с одноклеточных организмов, кончая человеком. Но сначала нужно сохранить свою жизнь. Нужно что-то съесть, спрятаться. Так вот, съесть, получить воду, получить свою порцию солнца. Физиологические потребности в тепле, в воде, в еде. И первое, что нужно любой клетке, это реализовать свои физиологические потребности. Это первый уровень клеточки. Это первый уровень клеточки масла. Как только она поела, сразу возникает вопрос. А я бы хотел еще пожить чуть-чуть. Возникает потребность безопасности. Когда-то спрятаться, чем-то накрыться, найти норку. Это второй уровень пирамиды потребностей. Как только спряталась, сохранила жизнь, возникает потребность продолжить род. Соответственно, размножение. Вот они, семейные, сексуальные потребности. Третий уровень. Четвертый уровень. Это уже социальные животные. Когда есть потребность, через социальный статус, получить лучший доступ к безопасности, к половым партнерам и к реализации вседевышленческих потребностей. Чем выше по социальной иерархии, тем лучше я реализую эти три базовые потребности. И уже у человека появляется четвертый уровень. Пятый уровень потребности – это самореализация. И вот теперь на этом примере можно очень просто понять, что чем выше человек поднимается, тем больше он с помощью этого уровня накрывает под собой набор потребностей. Через социальную иерархию я занял, стал царь горы, и я получил, как самец, получил доступ ко всем самкам, к лучшей норке, лучший кусок мяса, и, соответственно, лучшее место под солнцем. И если какие-то из этих потребностей базовых нереализованы, возникает драйвер повышения на более высоком уровне своего статуса. Например, вы наверняка были же в Царскосельском лицее под Питером, в Кушкино. На втором этаже находятся кельи, в которых жили лицеисты. И самая маленькая келья кого? Александра Сергеевича Пушкина. Он был из бедной дворянской семьи. Маленький, очень некрасивый, уродливый, хиленький, бедный мальчик. И когда приходили фрейлины и проходили балы, то к этому мальчику никто не подходил. Все танцевались там, Давыдовыми, да Кюхельбеккерами, богатыми, красивыми, знатными. Ребята, как ему нужно было найти свое место, чтобы девочки, наконец, начали на него обращать внимание? А он, это же потребность была, почему он был такой любвеобильный? Потому что он через это самореализовывался. Да, такой эффект Наполеона. Политику людей тут для того же, чтобы получить доступ к женщинам, благам, безопасности, лучшему потреблению через свой политический статус, через иерархию. Ну и вот, а в связи с тем, что он через архив, через иерархию не мог, он реализовывал, вот, там, на более высоком уровне, через самоутверждение. А так возникают драйверы, драйверы развития. Дальше. Вот, в книжке Carmalogic есть такой закон. Не надо быть правильным, надо быть нормальным. А что такое нормальный? Нормальный, это как раз человек, который способен услышать то, что он хочет сам. А не то, что хочет общество. Да. Наш мозг устроен таким образом, что есть оно, наше бессознательное. Есть я и есть сверх-я. Сверх-я – это социальный мозг, социальные нормативы, правила, моральный кодекс строительного коммунизма, мораль. это общество внутри меня, когда я сам начинаю контролировать свое поведение, как меня контролировало бы общество. А есть оно, вот мои собственные, искренние желания, то, что мне хочется, то, что мне нужно. И вот сознание все время находится под прессингом двух этих желаний. Вот сверху желание общества, нормативы, а здесь мое желание. «Я хочу это яблоко, но оно не мое». Человек все время находится. «Ой, как мне нравится эта девушка, но она замужем». И сознание все время находится в конфликте между этими желаниями, желаниями, которые мне спустило общество через нормативы, для поддержания социальной конструкции, чтобы вообще общество существовало, иначе уже, если кажется себя, то общество не будет существовать. И вот я нахожусь все время под этим прессингом. И в результате получается, что люди, которые воспитаны особенно в западной культуре, где эти нормативы так должно быть, так нужно. «Мам, я хочу кушать!» «Можно я съем это красное яблоко?» «Нет, сынок?» «Через полчаса будет обед. Будет салат, суп, котлеты, компот». «Мам, я хочу это красное яблоко?» «Нет, сынок, испортишь аппетит». «Йоси, иди домой!» «Мам, я хочу кушать!» «Нет, сынок, ты хочешь спать!» «Я мать из этого анекдота!» «Я всегда его рассказываю, чтобы объяснить, какая я мама». Вот. И ребенок через какое-то время в общем понимает, что ему даже заявлять то, что он хочет, на самом деле, бессмысленно. Ему скажут, что он хочет. «Сейчас ты будешь заниматься этим, сейчас ты будешь спать, сейчас ты пойдешь на спорт, сейчас ты будешь...» И не случайно мы сейчас очень рекомендуем педагогам и родителям хотя бы час в день ребенку дать возможность позаниматься ерундой, чтобы он качал ногой, смотрел телевизор, листал, собирал что-то, просто ничего не делал, но хотя бы слышал себя, такое медитативное состояние, послушать, что он хочет, чтобы он не потерял эту способность. По Фрейду свобода это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. И вот тот человек, который сохранил эту способность и может сказать, что он хочет, вот он нормальный. Что он хотя бы хотя бы чувствует, что он хочет. Он может это не делать, потому что если он чувствует, что он хочет, но сам принял решение этого не делать, помните, у марсистов-линистов было замечательное такое правило. Свобода это осознанная необходимость. То есть, они абсолютно правы. Если ты что-то хочешь и знаешь, что у тебя есть этот выбор, но ты сам принял решение этого не делать, то ты не стрессирован тем, что у тебя отобрали этот выбор. Ты сам так решил. И это очень важно, что ты сам так решил, я не буду это делать, мне это невыгодно, мне это неудобно, за это будут последствия. Я сам решил этого не делать, и тогда я совершенно не испытываю стресс, что мне это запретили. соответственно, вот эти вот социальные нормативы, те, кто следует им, социальной группы, да, вот, все девочки туда хотят, и я туда, все девочки носят вот эту одежду, и я буду носить, мне неудобно, у меня другая фигура, мне это не идет, но все же ходят, все собрались в авиастроительные, и я пойду в авиастроительные. Мне не очень интересно, но все вот этот эффект группы. Очень простые эксперименты были проведены еще в середине 20 века, когда психология, экспериментальная, начала развиваться, когда, например, 10 человек сидит, с ними договорились, и 11 не знает, что с ними 10 договорились, и на доске рисуют круг, и здесь человек говорит, какой квадрат. Юля, и самое смешное, что он не просто говорит, что это квадрат, он и видит квадрат. А, по-моему, 0,3% людей в этом эксперименте отказывались говорить, что это не квадрат. Кстати, забавно, что считается, что в мире только 3% людей способны мир менять. Все остальные за ними идут. Вот эти и есть те самые 3%, которые способны услышать, что они не знают или хотят. А остальные идут, следуют за этим стадным рефлексом. Они ориентируются на мнение, на авторитет. У нас есть потребность социализироваться. Мы социальные существа. Там очень важен социальный статус. Каждый хочет создать семью, нравится девочкам. Мальчик, девочкам нравится мальчикам. Дальше, мне нужен авторитет. Я хочу быть... Кто-то хочет быть лидером, а кто-то не хочет быть лидером, но просто хочет быть в авторитете. Поэтому эта потребность существует, никуда мы от нее не денемся. И отличает тех, кто идет за другими, и тех, кто реализует свою собственную программу. Это способность чувствовать, что хочу я. Свобода хотеть то, что хочешь на самом деле. Способность хотеть то, что хочу на самом деле. Раз. Во-вторых, наличие цели. Вот когда человек идет по Арбату, и по Арбату идет цыганка, мы изучали, цыганка вылавливает тех, кто не очень знает, куда он идет. Вот если человек идет, мужик идет с списком покупок, сетка, так, вот сюда, скупить вот это, здесь вот это, здесь вот это, она к этому человеку не подходит. Она ищет тех, кто растерян, ходит, смотрит по сторонам, заглядывает другим людям в глаза. Можно спрошу. Ведь смотрите, то, о чем вы говорите, это очень важная часть, и это следование как бы общего вместо частного, вместо личного. А у этого есть еще одна сторона, когда ты пытаешься быть идеальным, сверхлучшим. То есть, ты пытаешься выделиться, но ты при этом все равно как бы получаешь вот эти галочку, зачет. То есть, ты с одной стороны идешь, как бы следуешь зову общества, но с другой стороны пытаешься сделать это идеально и становишься таким вот оголтелым перфекционистом. при этом у нас в обществе, как мне кажется, перфекционизм одобряется. О, я перфекционист. Ну, вы знаете, я перфекционист. Это так аж. Да, расскажите, что как на самом деле. Знаете, когда-то одному очень известному политику еще в 90-е мы разговаривали и я говорю, а вы знаете, почему вы никогда не станете президентом в этой стране? Почему? А вы слишком правильные. Вы слишком идеальные. Страна скорее проголосует за человека, про которого известно, что он такой-сякой и такой, чем проголосует за человека схему. Напомню, что главным героем книжки Носова был не знайка, а не идеальный знайка. Абсолютно. И это очень-очень правильный пример. Архетипически мы гораздо лучше относимся к людям, которые не идеальны. И мы прощаем их неидеальность мы же даже любим не за что-то, а вопреки. Это очень важно понимать. Потому что если бы любили за что-то, то выходили замуж только красавицы и только богатые. А в итоге одни из них первые сидят часто в одиночестве, а другие покупают любовь за деньги. Да. и если бы не было вот этой трансовой компоненты. Трансовой, когда человек любит не за что-то, а вопреки. Когда он видит то, что он хочет увидеть. Все говорят, да она вот такая, а он влюбленными глазами не смотрит. Мало того, тогда бы любовь очень быстро проходила, потому что вот эти внешние параметры, они же быстро проходят. А с каким удовольствием мы смотрим на пожилую пару, когда они влюбленными глазами смотрят друг на друга, даже не замечая этих морщин, не замечая, что они уже там с тросточками еле передвигаются, они вот этими влюбленными глазами видят друг в друге не то, что видим мы. А вы знаете, что был эксперимент, провели, по-моему, французы эксперимент, они попросили людей, которые живут 30, 40, 50, 60 лет в паре, нарисовать друг друга, и они нарисовали друг друга молодыми. Конечно. Вот, они так видят? Да, в смысле не потому, что они так видят. Они так видят, да. И это очень хорошо, это транс, это транс помогает как раз как бы обойти внешние ограничения и поддерживать отношения, доверие, любовь. Долгие годы, несмотря на то, что там внешность меняется, какие-то поступки, ведь мать любит ребенка, даже если он серийный убийца, она его может не уважать, но она его любит. Да, есть понятие цель. Если у человека есть цель, вот опять-таки закон Carmalogic, если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет тот и другой. Человек, который идет к своей цели, к своей, истинно своей, ни группы, ни общества, ни моральный кодекс строителя коммунизма, ни через «я должен быть вот таким», а он реализует свою цель, он по определению не может нравиться всем. Ну, потому что он же свою цель реализует, он идет к своему счастью. Он добивается своей девушки, отбивая его друзей. Он не может нравиться друзьям, потому что он отбивает девушку у них. «Я победил на всех соревнованиях, но я не могу нравиться всем, потому что кого-то я победил, ну, кто-то же на меня обижен, дальше, я не могу нравиться тем, кто болел за другого, я не могу нравиться женам или друзьям того, кого я победил». Соответственно, как только человек знает, что он хочет, он автоматически входит в зону, где какая-то часть людей будет иметь другие цели, другие интересы, противоречащие его, и он уже будет не нравиться. Ведь такое понятие, как оценка, плохой, хороший, лучше, хуже, возникает при сопоставлении того, куда я иду, с тем, что происходит. И в результате получается, что я куда-то иду, а этот человек мне помешает, он сразу плохой. Или он мне поможет, он тут же хороший. Вот в политике так часто возникает, что вот когда Владимир Владимирович избирался, в 99-м году, было очень много желающих сказать, а вот у него будет такая программа. А вы понимаете, что как только человек сказал какой-то пункт программы, кто-то уже будет против. Там, «Я за частную собственность, стоп-стоп-стоп, те, кто за коммунизм, уже против». «Мы давайте дадим привилегии в кадровом резерве молодым, 30% пожилые скажут, стоп-стоп-стоп, а мы что, не люди что ли? Да? «Давайте повысим пенсии», чтобы обалдеть скажут, «Подожди, а стипендию не надо шли повышать?» Что бы ты ни сказал, это называется технологическое ограничение, что бы ты ни сказал, ты уже этой фразой находишь себе антирейтинг. И поэтому, когда обсуждалось, там, Владимир Владимирович, какая будет программа? Никакая. А что он будет говорить перед избирателем? Он не будет перед ними встречаться. И это был правильный ход, потому что новый, неизвестный человек не имеет антирейтинга, потому что еще непонятно, куда это будет двигаться. И как только человек начинает заявлять что-то, сразу находятся люди, которые скажут, «Подожди, а мне? Почему? Он же меня не перечислил, значит, я буду против него». Как только человек реализует то, что ему нужно, он не может нравиться всем по определению. А как только человек идет не к своей цели, а к цели, которые ему как раз правильно навязала общество, социальная группа, религия, партия, то бессознательно это чувствует, что это не его цель. Недавно у меня был человек на приеме «Я мечтаю в своем родном регионе посадить десять тысяч деревьев». Я говорю, «Ну и получается?» Он говорит, «Нет, в десять лет еще деньги не могу найти». Я говорю, «Знаешь, почему не может найти? А потому что мне твоя цель». «Ну я не верю». «Прости, но я не верю». Мало того, я тебе больше скажу, что если ты точно сформулируешь свою цель, а реально у любого человека цель какая? Быть счастливым». И вот дальше его образ счастья, как он хочет быть счастливым? один, либо с кем-то, с детьми, либо с большой семьей. Реализовать себя профессионально, быть здоровым. Вот нормальные цели, человеческие, ну честные, без этих, без социальных нагромождений и понравиться всем, сделать правильно, как нужно всем. И если ты будешь идти к своей цели, поверь мне, через пять лет ты заработаешь достаточно, чтобы посадить не 10, а 100 тысяч деревьев. Но если ты цель ставишь в виде 10 тысяч деревьев, вероятнее всего, ты ресурсов на это не получишь. Не твое. Человек, идущий к своей цели, не может нравиться всем. И важная часть этой истории, как мне кажется, заключается в том, что в какой-то момент этот человек должен научиться говорить нет. А это очень сложно. Как научиться говорить нет? Потому что как только ты говоришь нет, ты тут же перестаешь нравиться и... Сказать нет может только человек, который знает, куда он идет. Человек, вот как с цыганкой, отказать с цыганки может только человек, знающий, что ему надо в этом магазине купить хлеб, а там колбасу. А если у него нет собственной программы действий, то он, вероятнее всего, это не скажет. Не может. Ведь нельзя идти вот... Большая часть клиентов коучинговых, психотерапевтических, которые ко мне приходят, приходят с абсолютно неправильным запросом. Женщина приходит, говорит, я устала быть одна. Или приходит мужчина, все, я всего устал, мне все надоело. Знаете, очень многие врачи говорят, что нельзя вылезти от человека, который считает себя больным. Нельзя откуда-то уйти. Можно только куда-то идти. Помните в Алисе? Скажите, как отсюда уйти? Зависит от того, куда вы хотите прийти. Мне все равно куда прийти, тогда все равно куда идти. И это принципиально важно, что вот эта воля, вот эта способность сказать нет, отказать, может дать ресурс для этого отказа только тому, кто знает, что ему надо. Мозг всегда движется туда, куда смотрят глаза. Тогда какие шаги может, это же понятно, что вот мы вырастаем, вот мы уже выросли такие, у нас там есть этот комплекс отличника и перфекционизм. Что человек может, первые шаги, которые он может осуществлять для того, чтобы найти свою цель и для того, чтобы найти в себе силы сказать это нет и да себе, наверное. помните, римляне говорили момента мори, помню о смерти. Помните, Кастанеда, обернись через левое плечо, там что-то мелькнет, это твоя смерть. Посоветуйся с ней, когда будешь принимать решение. Или помните знаменитая стэнфордская речь Стива Джобса, когда он рассказал, что он впервые увидел перед собой смерть и только после этого понял, как правильно расставить приоритеты. Смысл жизни и правильное расставление приоритетов создает личное осознание конечности этой жизни. И ты тут же начинаешь по-другому относиться к своему времени, по-другому расставлять приоритеты. Вот как бы я прожил сегодняшний день, если бы сегодняшний день был последним. Чтобы завтра не было жалко, как я его провел. и тут же сразу ты понимаешь, что нужно тебе доделать и успеть реализовать тебе. И тут же появляются силы сказать нет и тут же пропадает желание быть идеальным. Да, ну и наверное, чтобы мы уже закончили наш разговор на оптимистической ноте. Но мы и так на оптимистической заканчиваем. что как бы когда ты это осознаешь, ты хочешь проживать жизнь полным, а если ты... Получать удовольствие. От каждого дня получить результат ты сам вот начинаешь испытывать как бы ценность момента и ценность себя. Жизнь, она ведь и прекрасна тем, что произошло неправильно. Это правда. Да? Несистемно. Что произошло спонтанно и вот именно то, что это было спонтанно и оказалось неожиданным. Не так, как у других. Это же и есть моменты счастья. Друзья, я желаю вам не быть правильными, а быть нормальными в том определении, которое нам дал Алексей Ситников. Спасибо вам огромное. Это было, как всегда, прекрасно. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова